Сегодня у нас встреча с нашей старой знакомой, актрисой и телеведущей Ениной Соколовой. Пару раз мы отшлёпали эту барышню, видимо ей понравилось и захотелось ещё. Мне интересен другой вопрос. Действительно, как так получилось, что в Украине столько русскоязычного населения? Почему столько украиноязычного населения, мы уже разобрались. Принудительная украинизация. Давайте послушаем её версию насчёт русскоязычного. Давайте разберёмся. 1720 год. Указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг. Хотелось бы, конечно, взглянуть на оригинал указа, но мы будем исходить из того, что он существовал. Считается, что звучал он так. В киевской и черниговской типографиях книги печатают не согласно с великороссийскими, но со многую противностью к восточной церкви. Вновь книг никаких, кроме церковных крещённых изданий, не печатать. А церковные старые книги для совершенного согласия с великороссийскими, с такими же церковными книгами, справливать прежде печати с теми великороссийскими, дабы никакой разной и особого наречия, вон их не было. Как видим, речь здесь идёт только о церковных книгах, но они писались не на русском языке, а на церковнославянском. И Пётр приказал привести их все к единому канону. Ни о каком украинском языке тут не говорится, барышня Сбрехала. 1729 год. Приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения. Это просто выдумка. Не было такого, потому что не было никаких распоряжений на украинском. Мы уже показывали так называемую конституцию Филиппа Орлика 1710 года, которая на самом деле была не конституцией, а договором Орлика с казаками. Причём написан этот договор на русском языке, хотя над Орликом не стояли никакие царские цензоры. Он даже использует там слово «малороссийский» по отношению к народу. Так какие указы Пётр II мог приказать перевести с украинского, если их просто не было в природе? 1763. Указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке Киево-Могилянской академии. До 1780-х годов преподавание на всех курсах академии велось на латыни. Соответственно, она не могла запретить преподавать на украинском, потому что на нём никто не преподавал. Хватит брехать. 1769 год. Запрет синода – печатать и использовать украинский букварь. Букварь! Синода такой гуманистичной русской православной церкви. Опять-таки, вряд ли мы увидим и оригинал указа, и какой-нибудь украинский букварь, напечатанный до того времени. Первый букварь, который кастрюлеголовые называют украинским – букварь Ивана Фёдорова 1578 года. Но в нём почему-то текст на русском языке. Даже июнь назван июнем, а не червнем. Ну и как можно запретить то, чего не было? 1862 год. Закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в Украине. Девушка, конечно, вам не скажет, что закрыты были не только украинские, а вообще все воскресные школы в России, кроме Дербского учебного округа. И где тут атака на украинский язык? 1863 год. Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы. Тут придётся остановиться подробнее. В том самом 1863 году началось польское восстание. Поляки активно засылали на Украину литературу на украинском языке, который частично сами же и сочиняли. Об этом прямо говорится в Валуевском циркуляре, который сведомо и полностью никогда не показывают. В связи с восстанием власти наконец взялись за эту литературу, которую они считали подрывной и которая, если вдуматься, действительно такой и была. А вот ещё почему не показывают. Вопрос о пользе и возможности употребления в школах этого наречия не только не решён, но даже возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречия их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши, что общий русский язык также понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и, в особенностях, поляками, так называемый украинский язык. Кстати, вот эти слова, что никакого малороссийского языка не было и быть не может, обычно приписывают самому Валуеву, как видим, тоже ложно. Заканчивается же циркуляр словами, чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы, пропуском же книг на малороссийском языке, как духовного содержания, так и учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения народа, приостановиться. Не запретить совсем, а приостановиться. Литературных произведений, как вы заметили, циркуляр вообще не касался. 1864 год. Принятие устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться исключительно на русском языке. Тетя. Этот устав действовал для всей России. Увидеть в этом какой-то умысел конкретно против Украины можно только с такой вот пустой головой. Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и украинских народных песен. Народных песен! Опять вранью, рассчитанное на тех, кто не читал указ. Песни указам не запрещались, как не запрещались и другие произведения и исторические памятники. Запрещалось только печатать их кулешовкой, то есть упрощенной азбукой, придуманной Пантелеймоном Кулешом. И вообще, Эмский указ был направлен в первую очередь против заграничной подрывной литературы, что и было прописано в первом же пункте этого указа. В указе есть еще одна интересная деталь. В начале упоминаются некие украинофилы, а в конце требование выслать Драгоманова и Чубинского. Украинофилы – это было общественно-литературное движение. Оно было сначала аполитично, но Драгоманов сделал это движение политическим, поэтому его и выслали. Кстати, тот же Драгоманов когда-то писал «Какой же резон мы имеем кричать, что зажерна Москва выгнала наш язык из учреждений, гимназий, университетов и тому подобных заведений, в которых народного украинского языка никогда и не было, или которых самих не было на Украине во времена автономии?» Опять зрада! 1888 год. Указ Александра Третьего о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами. Не удалось, к сожалению, найти полный текст и этого указа, интересно было бы взглянуть на оригинал. Подозреваю, что там, как и в предыдущих указах, говорится о русском языке как официальном, а не конкретно об украинском, потому что такой термин тогда в России не употреблялся, говорили южно-русское или малороссийское наречие. По поводу крещения, простите, а украинские имена это какие? Крестили вообще-то по святцам. Имя ребенку давали не родители, а священник, подбирая имя в святцах согласно дню крещения. Святцы были на церковнославянском. Естественно, народные формы имен отличались от них. Поэтому крестили, например, Григорием, а родители уже могли звать ребенка как угодно, Грицко или еще как-нибудь. В России было популярно имя Иван, но крестили-то не Иваном, а Иоанном. Значит ли это, что были запрещены русские имена? И, наконец, 1881 год. Запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке. Этого указа тоже не удалось найти. Видимо, тут у них произошла путаница и речь идет о предыдущих указах, относящихся ко всей империи, а не только к Украине. Видите, украинцам даже молиться на родном языке нельзя было. Тут она уже путает проповеди с молитвами. И правда, какая разница? Молитвы все в православии тоже на церковнославянском. Какой ужас! Русским тоже нельзя было молиться на родном языке. Ох уж эти гламурные кастрюли. А после создания СССР клятые большевики начали принудительную украинизацию на территории УССР. Где памятники украинизаторам от благодарных потомков? Ах да, вы же их все снесли. Теперь смотрите. Все рассмотренные указы были общероссийскими. Действовали на территории всей империи, а не только Украины. За исключением всего пары указов, которые, как мы убедились, запрещали не все украинское, а только определенные вещи с политической окраской. Но почему-то во всех бывших союзных республиках говорят на местных языках. И только на Украине и в Белоруссии, несмотря на принудительную коренизацию, большинство говорит на русском. Ой, неужели кремлевская пропаганда оказалась правдой, и мы таки один искусственно разделенный народ? Спасибо Нодару Месхи за материал. Ссылки присылайте, пожалуйста, на указанной странице.